Новости продолжает эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Члены Кабмина могут остаться без работы. Увольнением чиновникам сегодня пригрозил президент. Работу правительства глава государства раскритиковала во время совещания по противодействию коронавирусу. В стране очень низкие темпы вакцинации. Мы значительно отстаем от государств-лидеров. Тему продолжит Ирина Панфилова. С начала вакцинации в стране прошло уже два месяца. При этом промежуточные результаты прививочной кампании оставляют желать лучшего. Первый компонент препарата получили чуть больше 137 тысяч казахстанцев. Полный курс иммунизации не прошли и 47 тысяч человек. По этим показателям Казахстан существенно отстает от государств-лидеров. Причина проста. Вакцины не хватает. Все это время правительство уверяло в том, что договоренности спутнику Виви и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны вакцинации. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 1% от населения. Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Недавно в Москве находился наш премьер-министр Аскар Узапаевич. Тоже достиг договоренности о дополнительных поставках вакцины. Вслед я звонил президенту России. Теперь мы вынуждены также соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок. Закуп вакцины – это один момент. Важно, чтобы препараты правильно транспортировали и хранили. По мере увеличения поставок в регионах может сложиться недостаток мощностей складов для хранения и объемов морозильных установок в поликлиниках. Есть данные, что не произведен закуп необходимого количества шприцев с учетом увеличения объема вакцин. Затягивать вакцинацию ни в коем случае нельзя, резюмировал президент. Это не абстрактная проблема, а дело государственной важности. И вопрос национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства. Поэтому контроль за данной работой должен быть максимально жестким. Алексей Владимирович, ранее я вам говорил, что на данный период министр здравоохранения ключевая фигура в правительстве. У вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Об этом я вынужден сказать. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом. Президент Токаев ясно дал понять, ответственность за вакцинацию лежит на каждом. Между тем, от введенных ограничений рейдов толку мало. Предприниматели часто жалуются на некомпетентность представителей мобильных групп. Одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяются вообще. И акцент нужно сделать на системных, злостных нарушителях режима. Проверки мониторинговых групп должны быть заранее зарегистрированы на цифровой платформе. При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Сегодня бизнесменам как никогда нужна поддержка государства. Президент поручил правительству оперативно проработать вопрос введения отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей. Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от кронокризиса сферах. И перестать принудительно взыскивать налоги и таможенные задолженности. Это временные меры, однако действовать они должны до той поры, пока не начнется действительно массовая вакцинация. И не снимут большинство ограничений. Мы сегодня должны принять еще одно важное решение. Имея в виду, что правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему. В первую очередь путем массовой вакцинации уже в апреле, то есть в этом месяце, с начала мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере услуг. Крайне важно сегодня использовать цифровые решения. Это позволит сохранить мобильность казахстанцев в условиях карантина. В частности, необходимо масштабировать проект АШИК. Задача это не только бизнеса, но и правительства. В качестве еще одного цифрового решения поручаю правительству проработать внедрение так называемых тепловых карт, которые на основе данных мобильных операторов позволят выявлять большие скопления граждан на объектах бизнеса. И давно пора решить вопрос с дефицитом лекарств, медицинских изделий и оборудования. Если опираться на стандарты, отделения реанимации страны в среднем оснащены на 64%. Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Первые признаки такой перегрузки мы уже ощущаем. Поручаю правительству и Акимам регионов принять меры по оснащению отделения реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и заместителей Акимов. В отдельных регионах наблюдается дефицит, либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство АСК «Формация» и теперь, именно сейчас, настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае будет увольнение. Напомню, в стране зафиксировали три мутировавших штамма вируса, которые наиболее заразны, поэтому президент еще раз напомнил, что рядовые казахстанцы тоже не должны оставаться в стороне в борьбе с опасным заболеванием. Нужно не забывать о простейших мерах санитарной безопасности. А у тех, кто возвращается из-за рубежа, обязательно должен быть отрицательный результат ПЦР-теста. Беспечность может обойтись дорого. Ирина Панфилова при содействии телеразиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. О трех возможных сценариях развития эпидемии коронавируса в нашей стране рассказал министр здравоохранения. Прогноз на апрель и июнь Алексей Цой озвучил на совещании с участием президента. По первому и самому пессимистичному число новых заболевших составит порядка 370 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 190 тысяч. По второму заболеют порядка 250 тысяч человек. И по самому оптимистичному прогнозу число инфицированных не превысит 140 тысяч. Половине из них понадобятся места в больницах. Сейчас ежесуточно выявляют около полутора тысяч новых случаев. Больше всего больных в столице и Алматы. В Казахстане распространяются новые штаммы коронавируса. Из-за рубежа наши сограждане привозят не только море впечатлений, но и несколько разновидностей COVID-19. Как защитить себя от коварной новой инфекции, расскажет Айгерим Бабиш. В марте этого года ученые обнаружили в Казахстане британские и южноафриканские штаммы коронавируса. Изначально носителями мутировавшего варианта были казахстанцы, вернувшиеся из-за рубежа. В основном смертельно опасный сувенир привозили из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Но уже сейчас ученые находят штаммы в пробах, взятых у жителей, которые не выезжали за пределы страны. Несколько проб мы уже нашли у пациентов, которые живут внутри страны и никуда не выезжали. То есть они были перезаражены и эти штаммы уже начинают циркулировать. В Алма-Ате мы видим сейчас большое количество как великобританских, так и южноафриканских штаммов. У каждого из штаммов есть свои отличительные особенности. Английский, он же великобританский штамм, очень быстро распространяется. Именно по этой причине многие европейские страны вели повторный локдаун. Его южноафриканский брат мало чувствительен к вакцине. Третий штамм, бразильский, до Казахстана пока не добрался. Чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, необходимо наблюдать за штаммами коронавируса, исследовать их геном. Нужно понимать, какие виды вируса сейчас есть у нас в стране и как они циркулируют. Именно от этого будут зависеть предпринимаемые меры. По словам ученых, коронавирус будет продолжать мутировать. Однако есть два главных способа защиты – вакцинация и социальная дистанция. Исследователи полагают, повторное заражение уже новыми штаммами возможно, но вакцинированный человек перенесет его легче. Количество тяжелых течений либо сводится к нулю, либо сильно уменьшается. То есть это сильно облегчает болезнь, если даже она есть. Потому что все равно организм уже понимает образ врага во коронавирусе. И когда он в него попадает, он уже так или иначе более подготовлен к борьбе именно своей иммунной системы. Но несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, наши сограждане продолжают активно летать за границу. По данным туристического агентства, только за последний месяц, несмотря на все ограничения, из страны вылетело свыше 25 тысяч граждан. И это еще не самый пик туристического сезона. Больше всего посетителей улетело в Египет, в страну, откуда к нам пришел британский штамм коронавируса, и в Объединенные Арабские Эмираты. Агирим Бабиш, Диасков Ламбаев, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа инфицированных в Восточном Казахстане с завтрашнего дня установят санитарные посты. К действующим четырем на автопереходах через госграницу и пунктах пропуска ООЛ, УБА, Бахты и Майкопчегае теперь прибавятся еще шесть. Три из них появятся на внешних границах со стороны Алматинской области, еще три со стороны Карагандинской и Павладарской областей. Лицам, прибывающим из красной зоны, нужно будет обязательно иметь при себе справки с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение лишь для детей в возрасте до пяти лет при наличии документов у сопровождающих. Контроль будут вести путем проведения бесконтактной термометрии. При выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания будут вызывать скорую помощь. Новое постановление главного санитарного врача региона уже вышло. Ограничительные меры, введенные там ранее, продлили до 15 апреля. В Узбекистане стартовала массовая вакцинация населения против коронавируса. На первом этапе прививку получат жители крупнейших городов страны. На выбор им предоставляют две вакцины. Препарат от компании Астразенека, полученный через механизм Кувакс, Всемирной организации здравоохранения, и совместная разработка с одним из китайских производителей. Всего в рамках прививочной кампании в соседней республике будет развернуто больше трех тысяч пунктов вакцинации. Мы изначально запланировали, что будем прививать, кто подвержен больше риску. Значит, это лица старше 65 лет, медицинские работники, лица, у которых имеются хронические заболевания, работники образовательных учреждений, дошколных учреждений, правоохранительных органов, работники средств массовой информации и студенты, обучающиеся за пределами республики Узбекистан. Власти Кубы рассчитывают полностью привить все население страны собственными вакцинами против ковида. Сейчас в островном государстве проходит финальный этап испытаний двух местных вакцин. Старт прививочной кампании населения запланирован на июне, а до конца года вакцину сможет получить каждый житель. Отмечу заинтересованность в кубинских вакцинах уже высказали Венесуэла, Иран, Мексика и Ямайка. Мы уверены, что вакцины, которые мы сейчас разрабатываем, будут иметь высокую эффективность. Результаты, которые у нас есть на сегодня, обнадеживают. Каждого седьмого казахстанца обманули лжеспециалисты по ремонту. И строительный бум столицы им только на руку. Клиентов не спасают ни договоры, ни квитанции, ни даже расписки. Как не попасть на удочку аферистов, выясняла Динара Абдирова. Евгении пришлось дважды платить за ремонт в своей квартире. В первый раз кампанию по ремонту она нашла в социальных сетях. Повелась, говорит, на красивую рекламу. Заказала у них лофт-перегородку, заключила договор и даже внесла 50% предоплаты. Но аферисты исчезли с деньгами. Уже год, как она, не может добиться справедливости и вернуть свои деньги. В который раз прокуратура, получается, отказала, так как у нас есть договора на руках, и это является гражданско-правовым полем. Получается, нам нужно сначала аннулировать все договора, это обращаться к юристу каждому, а это помимо того, что мы вложили там по 400, 500 и более 2 миллионов каждый своих денег, которых мы так и не увидели. И теперь нам еще нужно платить юристам, чтобы аннулировать эти договора. А по какому пункту, я, если честно, не знаю. Кроме Евгении, от нерадивых мастеров этой компании пострадали еще больше 30 человек. Многие из них до сих пор обивают пороги госорганов. Но тщетно. Дела один за другим закрываются за отсутствием преступления. А компания мошенников продолжает работать, открывая новые страницы в социальных сетях. Национальные лиги потребителей рассказали, только за год от действий мошенников пострадали 7 тысяч человек. Аферисты пользуются малограмотностью потребителей. Из тех, кто к нам обратился, это каждая седьмая жалоба. То есть практически каждый седьмой человек, он звонит, что ему не понравилось, что либо по постройке дома, то есть эта услуга, либо ремонт. Но чаще всего ремонт. И 100% тех, кто обратился, они всегда это обосновано. Мы говорим, крайне важно составлять договор. И в договоре указывать все образцы, как приложение, неотъемлемое договора, образцы всех материалов, которые будут использоваться. Специалисты говорят, платить аванс за работу не обязательно, если у вас есть сомнения в репутации мастера. Даже если его посоветовали знакомые. Предоплата возможна только за материалы. Очень важно, перед тем, как заказать ремонт у того или иного специалиста, попроситесь у него контакты его старых клиентов. А еще лучше, если он в моменте делает ремонт, съездите на квартиру и посмотрите качество оказываемых услуг. Потому что это самое важное. Вы приедете и вы поймете уже в действии. А чаще всего вы приезжаете не на готовый ремонт, а на ремонт, который на стадии завершения. И вы можете посмотреть, как выполнена та или иная работа. Чтобы сразу найти профессионалов, лучше всего, по мнению экспертов, обратиться в проверенное агентство или искать их на проверенных ресурсах. А если избежать обмана все-таки не удалось, следует немедленно обратиться в Национальную лигу потребителей Казахстана, которые помогут составить досудебную претензию и, если повезет, через суд вернуть деньги. Динара Абзирова, Шапогат Куатпекова, Ерлана Урзбаев, Хабар, 24. Люди с инвалидностью вынуждены отказываться от санаторно-курортного лечения и реабилитации. В измененном законодательстве не предусмотрели финансирование сопровождающих лица. Без них многие просто не могут обходиться. Ситуация разбиралась. В своей очереди в санаторий 14-летний Николай Шинкаренко ждал 5 лет. Однажды он уже был там. Тогда поездку детей с особыми потребностями организовали социальные службы. Формировали группы, выделяли специальный автобус и сопровождающих. Сейчас все изменилось. Нам позвонили соцработники, сказали, что очередь наша подошла. Но так как изменения какие-то вошли в законе, я должна с ребенком поехать сопровождающая. Причем сопровождающая я должна сама оплачивать себе дорогу и путевку, которая стоит около 180 тысяч. Такая ситуация сложилась после того, как путевки стали оформлять через портал социальных услуг. Это позволяет самим выбирать место и время санитарного лечения. Но на деле ограничило число тех, кто сможет себе это позволить. Инвалид не может выбрать себе санаторий, ребенок инвалид, потому как матери ничего не оплачивается. Ни проезд санаторий, ни для ребенка, ни для матери. Соответственно, нахождение санаторий тоже стоит денег. Они просто отказываются. Ну, министерство говорит, вот экономия, прекрасно, мы сэкономили на инвалидах. Обязательное присутствие сопровождающих законодательно не прописано, но без них санатории, как правило, отказывают принимать пациентов с инвалидностью. Частично решить вопросы пытаются за счет местного бюджета. Обсуждается выделение на сопровождающего до 20 МРП. Однако 60 тысяч не смогут покрыть всех расходов, говорят в общественных объединениях. На сегодняшнюю дату пока не предусмотрено. Для решения данного вопроса, вот Акимом города, области поручено, Акимом города, об решении данного вопроса, то есть поручение дано, вносится изменение, но не сразу же. По существующим правилам, двухнедельная путевка в санаторий положена один раз в год. В 2021-м для жителей области с особыми потребностями выделено 2,5 тысячи санаторных путевых, при этом в очереди на их посещение 5,5 тысяч претендентов. На востоке Казахстана цены на продукты первой необходимости выросли, в разы жалуются жители. Особенно подорожали масло подсолнечное, яйца и овощи. Поэтому теперь в регионе пытаются принять контрмеры. Даже установили предельные цены на яйца и расширили перечень продукции Стабфонда. Эффективны ли такие действия и помогут ли они регулировать цены, поясняла Анна Лисенбердина. Бульжамал Жумадилова, пенсионерка, признается, прежде чем закупиться, обходит всех продавцов. Приходится торговаться, иначе выйдешь с рынка с пустым кошельком и полупустой сумкой. Самые дорогие продукты те, что первой необходимости. Масло подсолнечное, яйца, мясо. На цену уже не смотрим, не смотрим. Нужно брать, надо же. Берем, да. Но по карману бьет. Бьет, конечно. Мы пенсионеры. И в самом деле масло в регионе подорожало практически вдвое. Если осенью еще можно было купить литр нерафинированного за 320 тенге, то сейчас уже 640. Очищенное еще дороже – 780 тенге. Яйца достигли пика зимой. И в магазинах у дома продавались по 550-600 тенге десяток. Я чувствую это, что все возросло. Повышается, постоянно повышается и повышается. Уже, смотришь, только брали за 2000, а уже уже 3000. Речь о пятилитровых бутылках масла. Правда, и они уже в среднем по 3500 тенге. Поэтому и пришлось руководству региона принять меры и добавить масло к социальным товарам. Вот теперь с сегодняшнего дня и масло у нас есть. Дарья Аникина – продавец торговой точки Стабфонда. Принимает новый товар. Здесь масло будет по социальной цене – 600 тенге за литр. Еще и яйца привезут по 370. Получается, масло подорожало. Люди стали заходить, спрашивать, не будет ли у вас социального масла. Яйца тоже быстро разбирают. Очень быстро. То есть коробки нам на день даже иногда бывает не хватает. Поэтому цены на яйца решили регулировать во всех магазинах региона. В связи с превышением пороговых цен более чем на 15% принято постановление о предельных цен на яйцо первой категории. Теперь яйцо на прилавках наших городов будет реализовываться по цене 405 тенге. Продавцы сегодня уже ознакомились с документом. Постановление вы получили? Да, получили. Вот это постановление для вас что-то меняет? Добавляем одну тенге всего и будем держать цену. Но по факту розничные продавцы на цены имеют самое минимальное влияние. Корма дорогие, бензин дорогой, транспортный расход. Это все влияет на цену. Здесь от силы 10-15%. Больше не сможем удовольствовать. Здесь полностью контролируется цена. Производители подтверждают, цена на корма выросла почти в два раза. Влияние оказал и птичий гриб. К тому же больше нет субсидий. В 2020 году нам отменили субсидии. Сказали, что не будет субсидий на яйцо. Так как мы уже полностью себя удовлетворяем. Полностью рынок закрываем яйцом. С овощами другая проблема. Сложности с хранением вне сезон. Цена на картошку на отходке 220 тенге. Есть прогноз, что до 300 дойдет. Противостоит такому росту только стабфонд, где картофель по 82 тенге за килограмм. Но его хватает не на всех. Да и на рынок цена в итоге не влияет. Понимаем, тот объем закупаемого кладовочной продукции, скорее всего, не сможет оказать такого действия на рынок. Но наша задача слабо защищенным слоям населения дать возможность приобретать плодовочную продукцию. В этих же целях проводится и ярмарка на выходных. За февраль и март их организовали в области больше 200, чтобы хотя бы так дать жителям региона доступ к более дешевой продукции. 25 суток ареста за клевету в социальной сети получил мангастаусский блогер. Такой вердикт вынес суд. На одной из интернет-площадок он опубликовал информацию о том, что якобы глава одного из районов области, а также сельский Айким, замешаны в коррупционных правонарушениях. Госслужащие обратились за справедливостью в суд, который установил публикацию необоснованно. Обвинения, содержащиеся в ней, не доказаны. Блогер признал свою вину и попросил более мягкого наказания. За данное правонарушение предусмотрено два наказания. Штраф на сумму 583 тысячи тенге, либо арест. При применении наказания судом было учтено, что гражданин в данный момент находится без работы, и наложение штрафа нецелесообразно. В отношении блогера применен административный арест на 25 суток. Постановление суда не вступило в законную силу. В Казахстанской акватории Каспия стартовала широкомасштабная акция Бекре. Рыбоохранное мероприятие ежегодно проводят в период нереста ценных видов рыб. В Атураусской, Мангустаусской и Западноказахстанской областях созданы стационарные передвижные посты. Они расположены в местах, где чаще всего промышляют браконьеры. Подробности у Динары Нургалиевой. Ежегодно в период весенней путины на Каспийском море и реке Жаик активизируется деятельность браконьерских групп. К примеру, по итогам прошлогодней рыбоохранной акции к административной ответственности привлечено 759 браконьеров. Возбуждено 33 уголовных дела. Было изъято около 14 тонн рыбы. Из них тонна – это осетровые виды и ценная икра. В этом году меры по сохранению ценных видов рыб будут усилены. Всего в рамках акции будет принято участие порядка 1019 сотрудников полиции, органов рыбоохраны, пограничной службы. Кроме того, будет выставлено 37 стационарных постов. Кроме этого, будет задействовано 89 плавательных средств. Сейчас мы совершаем вертолетный облет для оценки оперативной ситуации. В 2020 году на браконьеров был наложен штраф в размере 13 миллионов тенге. Но при этом число нарушений не снижается. Чаще всего их выявляют в ходе акций «Бикере» в Атаравской области. Все посты оснащены необходимой техникой. Проверка ведется и днем, и ночью. В Атаравской области 18 рыболовных хозяйств. Эти 18 рыболовецких хозяйств в настоящее время выходят в море с соответствующими разрешительными документами. При проверке нужно обязательно их показать. Усилен контроль над вывозом осетровой рыбы и рыбной продукции за пределы страны. В аэропорту, вокзалах и крупных автотрассах Мангисталской области. Это делается для пресечения незаконного оборота рыбы на территории региона. В прошлом году мы задержали 71 браконьера. Это в два раза меньше, чем в 2019 году. Тогда было выявлено более 200 фактов нарушения закона. Мы считаем, что эта пандемия сказалась. Но, несмотря на это, мы уже установили посты и отработали возможные браконьерские точки. Республиканская акция Бекаре продлится до 31 мая. Ну а пока сотрудники региональной природоохранной инспекции будут ежедневно патрулировать побережье Каспия. Это делается для сохранения ценных пород рыб. Динара Нургалиева, Санбек Шилар, Хабар-24, Мангисталская область. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok